Жила-была одна девочка. И были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красиво рассмотрит, то послушает, как птички поедут. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее. И дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили три медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама медведница. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе три миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведица. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячая. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть. И увидела три стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на путь. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стол и зарычал страшным голосом. «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стол и пожаловалась. «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все трое медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» Заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» Зарычала мама-медведица. Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом. «И до сих пор спит в ней!» Папа и мама-медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли три медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала. И тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую дочь. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. В королевстве полном счастья и радости жили король с королевой. Они мечтали только об одном, чтобы у них родился ребенок. Когда они уже потеряли всякую надежду, у них родилась дочь. Она была очень милой и красивой. По этому случаю был устроен большой праздник, и во дворец было приглашено множество гостей, среди которых были и добрые волшебницы. Им был оказан самый теплый, самый радушный прием. Но король с королевой допустили большую ошибку, они забыли пригласить еще одну волшебницу. Она уже много лет не покидала свою башню, и все думали, что она давно умерла. Когда настало время дарить подарки принцессе, феи щедро наградили ее красотой, добрым сердцем, умом, прекрасным голосом, умением танцевать и играть на различных музыкальных инструментах. Когда очередь дошла до последней волшебницы, в зал неожиданно вошла злая фея, которую забыли позвать на праздник. Для нее тут же принесли столовые приборы, но она посчитала, что ее встретили не так почтительно, как следовало бы. Отодвинув от себя кубок и тарелку, она пробормотала какое-то заклинание. Колдунья пожелала, чтобы в день своего шестнадцатилетия принцесса уколола себе руку веретеном и от этого умерла. Королева горько заплакала, услышав пожелание злой волшебницы, а король приказал схватить ведьму. Но она уже исчезла со зловещим смехом. К счастью, последняя из фей еще не успела произнести свое пожелание принцессе. Она не могла отменить заклятие, но пообещала, что девочка не умрет, а только заснет глубоким сном до тех пор, пока ее не разбудит поцелуй любви. Король немедленно приказал уничтожить все веретена в королевстве. И вот наступил день шестнадцатилетия принцессы, день, о котором говорила злая фея. Принцесса выросла красивой и доброй девочкой. Король приказал трем волшебницам присматривать за ней. Феи охраняли ее как зеницу ока. В этот день король и королева заперли девочку в комнате, чтобы предотвратить ужасное событие. Но принцесса не хотела сидеть в заперти. Вдруг, в стене ее комнаты появилась дверь, которую девочка никогда не видела. Она услышала странные звуки за дверью. Сгорая от любопытства, и не зная, что ее ждет, девочка вошла в нее. Дверь вела в темную комнату, в которой сидела какая-то женщина спиной к принцессе. Она пряла. Девочка никогда в своей жизни не видела веретено. Ей стало любопытно. Принцесса подошла к веретену, дотронулась до него, уколола палец и упала в непробудный сон. А той женщиной оказалась злая фея, которая очень обрадовалась, что ее заклинание сбылось. Теперь все называли принцессу спящей красавицей. Узнав о несчастье, добрая волшебница решила погрузить в сон короля и королеву и все королевство до пробуждения девочки. Вскоре вокруг замка выросли такие непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников, что никто не мог пробраться сквозь такую чащу. Спустя сто лет прекрасный принцесс другого королевства отправился на охоту. Увидев издали башни заброшенного замка, он вспомнил старую историю про спящую красавицу, которую ему рассказывали родители. И принц решил попасть внутрь. Он с трудом прокладывал себе путь сквозь непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников. Но в конце концов принц подошел к воротам заброшенного замка. Он обошел весь замок и заглянул в тронную залу. Там принц увидел спящих короля с королевой. Затем в одной из комнат он заметил спящую красавицу, она спала на кровати, украшенной цветами. Принц подошел к кровати, посмотрел на прекрасную принцессу и почувствовал, как любовь наполняет его сердце. Он не сдержался и поцеловал спящую красавицу. И в этот момент она открыла глаза и увидела прекрасного принца. Король и королева также проснулись, как и все королевство. Они были вне себя от радости. И в честь жениха и невесты тут же была устроена самая красивая свадьба, какую только видел свет. Жили они с тех пор долго и счастливо.